Этот новый микрорайон, пожалуй, самый молодой в Новороссийске. Южный появился всего лет пять назад. Рядом с высотками гармонично соседствуют спортивные площадки. Уже построили и детский сад. Комплексная застройка здесь – это пример того, как комфортно и логично может развиваться город. Социальные объекты рядом с домами – это должно быть главным условием при строительстве жилых комплексов, уверен губернатор. Перед большим отчетом мэра города Вениамин Кондратьев наглядно оценивает развитие Новороссийска и его перспективы. Владимир Сенеговский показывает план строительства будущих микрорайонов. Для этого уже предусмотрены резервные территории. В ответ глава региона дает установку внимательно подходить к застройке. На 30 тысяч жильцов, пять детских садов, я думаю, наверное, впритык хватит. Но две школы, на мое мнение, скорее всего, недостаточно. Пока еще ковш эскаватора не черпнул здесь и не начали строить конкретно дома, есть шанс что-либо поправить. Вот еще раз прошу, обратите внимание, если двух школ или еще двух соседних микрорайонов достаточно, значит, если вы чувствуете, что явно недостаточно, поправьте еще вот эту всю документацию строительную. Еще к стадии, конечно, публичных слушаний. Именно строительному развитию Новороссийска была посвящена немалая часть отчета мэра Сенеговского. На расширенной сессии Гордумы он в цифрах обрисовывает итоги года. За 2015 ввели в эксплуатацию 274 тысячи квадратных метров. И в основном это многоквартирное жилье. В погоне за масштабами Вениамин Кондратьев просит не повторять ошибки краевой столицы, когда в новых микрорайонах не осталось даже места под возведение детских садов или школы. Новороссийску нужно расширяться. Вопрос только, как застроить эту землю. Это будут каменные, на самом деле, джунгли, или это будут комфортные для жизни дома. Коллеги, жилищные лоукостеры строить не нужно. Надо сделать актуальным градостроительный план. Правила землепользования и застройки привести в соответствии с этим градостроительным планом. Генплан – это конституция любого города. Любого. Строительная конституция. И сегодня за всем, я считаю, поработать и сделать такую, чтобы она была жизнеспособной как минимум лет на 15. Чтобы ее не перекраивали и не передергивали. Обзор года у Владимира Сенеговского занял чуть больше 45 минут. Глава Новороссийска рассказал о привлеченных 38 миллиардах рублей инвестиции. О притоге туристов в город, о низком уровне безработицы. Не обошел стороной социальную сферу. Отдельно остановился на юбилеи Великой Отечественной, который отмечали в прошлом году. Поблагодарил ветеранов за патриотическое воспитание подрастающего поколения. И затронул одну из важных проблем – реконструкцию памятников. Защищая наш город, погибло 18 тысяч бойцов. На братских могилах высечены имена 6 тысяч солдат. И наш долг – 12 тысяч имен – увековечен на стенах будущего храма воинской славы. Построим храм вместе. Нам, горожанам, необходимо. Ибо кто, если не мы? Большой отчет мэра совпал с еще одной важной датой. В этот день, 13 лет назад, Владимир Сенеговский был избран на первый срок. Человек, о методах работы которого сегодня даже ходят легенды, говорит губернатор. Его планерки на набережной известны во всем крае. Но для развития города-героя нужна активная позиция каждого жителя. Сегодня победы, которые есть, это ваши победы. Но и просчеты, какие есть, и ошибки, это тоже и ваши ошибки. Но могло бы быть все намного хуже, если бы все-таки не твердая рука, поверьте, не твердая рука мэра. Это один из тех редких гражданачальников, которые сами знают, где тонко, где на самом деле ему нужно быть, где ему нужно появиться. Когда половина в муниципальных образованиях слышу, что народ живет по своим законам, а власть по своим, вот они об этом говорят, то вот Новороссийскому это не свойственно. Здесь мэр, и вы, и народ одно целое. Работу главы города депутаты признали удовлетворительной. Свою оценку руководителю портового города не только за год. За все 13 лет дают и сами новороссийцы. Уже сколько лет восхищаемся, ним порядок везде на улице. Работоголик он такой, да. Нормальный, хороший руководитель. Набережная в городе красивая сделана, мы каждый день гуляем. Можете дать оценку работы вашего мэра Владимира Сенеговского? На пять работает.